Всем большой привет и приветствую на моем новом видео на канале. Если не ошибаюсь, то это, наверное, первая моя переделка именно квартиры, а не дома. И хочу сразу сказать, что мне безумно понравилось обустраивать именно квартиру, так как это что-то новенькое для меня. И я уже могу поделиться небольшим опытом, рассказать о плюсах-минусах переделки квартиры в 74. Давайте начнем, наверное, с плюсов. Первым и самым огромным плюсом является то, что квартира небольшая по размеру, и ее было обустроить гораздо легче и быстрее, проще для меня, чем это было при постройке дома. Второе достоинство это то, что очень легко было поделить квартиру на зоны, так как я не столько заморачивалась с отделкой каких-то конкретных определенных комнат и планировкой, потому что внешние стены квартиры уже были, и мне нужно было просто поделить ее внутри на комнаты и зоны. И третий плюс или минус, я даже не знаю, куда отнести можно все-таки этот пункт, в общем, это то, что нет дворика. Плюс заключается в том, что не нужно выдумывать, как его обустроить получше, покрасивее, покомфортнее. Минусом то, что у симов негде будет проводить свободное время на своей территории. Да, конечно, из квартиры можно выйти на улицу и там погулять, но там более шумно, в отличие от территории возле частного дома, где сим может в любое время выйти, сесть на уютный диванчик, почитать книгу, выпить чай буквально. Начала я перестройку с ванной комнаты, так как она размещается в углу квартиры, и постепенно от того угла я перемещалась до конца квартиры. Офигенный плюс в этой комнате это то, что туда поместилась огромная ванна. Дальше на очереди была перестройка кухни. Я выбирала между черно-серой отделкой и белой с деревянными тупками для скалейшниц. В итоге решила оставить второй вариант, он мне показался более подходящим для этой квартиры, и дополнила все черной духовкой и холодильником. И забыла, кстати, рассказать про еще один недостаток, это то, что я не могу добавить или удалить окна, так как Sims не дает мне возможности этого сделать. И не могла я убрать ужасные трубы, которые между переходом с кухни на ванную комнату, там вот их видно. Я пыталась их закрыть столешницей или холодильником, но мне не понравилось расположение общее тогда. Вместо обеденного стола я добавила две барные стойки и стильные черные стулья. И еще один такой лайфхак, не лайфхак, я не знаю, новшество для меня, скажем так, это то, что это единственный вариант, когда черный добавляет не мрачности, а яркости и элегантности этой квартирки, такие вот небольшие элементы. При отделке прихожей комнаты мне хотелось поставить туда какой-то небольшой шкафчик для верхней одежды или обуви, или дополнить пуфиком каким-то красивым, но я решила оставить эту зону пустой, ничем не дополняя, чтобы не загромождать, не загромаждывать, наверное, как-то так правильно говорится, эту квартиру, а сделать ее более просторной все-таки, так как она и так небольшая. По основной комнате я добавила светлый паркет и вообще в этой комнате, в этой квартире три комнаты. Первая это ванна в углу квартиру совместно с туалетом, а вторая это большая комната по центру квартиры. Там расположилась кухня, столовая, прихожая, гостиная, кабинет, целых пять зон. Вот это я называю экономия пространства. И по другой стороне квартиры находится спальня с панорамными окнами. Изначально я хотела спальню сделать там, где сейчас расположена ванная комната, но такое зонирование у меня не получилось по той причине, что я не могу добавлять или удалять окна в квартире, как я уже говорила об этом ранее. И не хотела, чтобы в спальне было маленькое окошко где-то там с боку стены и выбрала именно ту часть квартиры, где расположены панорамные окна, чтобы можно было прямо лежать на кровати и офигенный вид был из окна. Далее, у этой постройки нет определенного стиля, я все строила лично на свой взгляд и предпочтение, так как эта квартира целиком и полностью отображает мое желание. Как бы я хотела, чтобы вылетела моя квартира в будущем, но для меня она все-таки будет маловато, это явно. Я бы хотела немного побольше. Самым любимым, наверное, местом у меня была бы спальня, так как там нереальный вид через панорамные окна. Ну, в принципе, нет какого-то конкретного любимого места, так как тут есть уютная гостиная и современная светлая кухня, и ванная комната с офигенной и большой ванной. В спальню решила добавить такую деревянную перегородку со свечами, так как, по моему мнению, свечи всегда добавляют уют дома. Я люблю зажигать свечи, когда монтирую видео, делаю уроки или занимаюсь какими-то другими прочими делами, и сразу появляется плюс то к настроению, желанию творить и делать много дел, быть более продуктивным. Комната получилась больше девчачья, я думаю. Там и большой пушистый ковер по центру комнаты, вы его чуть дальше увидите. Зеркало с лампочками, гардеробное. Это все-таки пример моей будущей квартиры. И честно, я абсолютно не представляю, какая спальня может понравиться моему парню. Я думаю, что главное, чтобы она была уютной и комфортной для пребывания там и предпровождения там времени. Он, кстати, и моя сестра смотрит каждое мое видео, оценивает и поддерживает меня. Это очень ценно. Спасибо вам. Приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok